Всем привет, ребята! Вы много спрашиваете в комментариях, когда же будет видео про муравьев. Так вот, сообщаю, что видео про муравьев скоро будет, и я вам это обещаю. А сегодня у нас рубрика «Сок из экзотики». Я читал ваши комментарии, где вы предлагаете, что же еще интересного купить для этой рубрики. И очень много лайков набрал комментарий Ильи Дружбаныча про сок из перца чили. Ну что же, это очень интересное предложение, и мне самому стало интересно. И я купил перец чили. Так, где он у нас? По-моему, вот здесь, в этом пакетике у нас перец чили. Вот он, ребята, свежий перец чили. Обычно продается уже засушенный, знаете, стручки такие, а это настоящий свежайший перец. Смотрите, какой он ярко-насыщенный такой красный. Прикольно, правда? Вы знаете, ребята, я, честно говоря, не люблю острую пищу. Не знаю, как вы, некоторые любят, некоторые нет. Напишите в комментариях, кто любит острую пищу, а кто не любит. Посмотрим, сколько каких людей. Итак, ребята, это перец свежий, из которого, я думаю, можно выжать сок. И сейчас мы это попробуем и посмотрим, что это будет за сок. Скорее всего, это будет что-то очень-очень термоядерное. А также, как видите, у меня есть второй вот такой вот мешочек. И здесь, ребята, находится мангостин. Это фрукт, который все очень сильно хвалят везде. Говорят, что он супер-пупер вкусный. И я решил проверить. Сейчас я вам покажу предварительно. Вот так вот он выглядит. Такие, как будто, не знаю, маленькие гранаты или яблочки. Что-то в этом духе. Но это будет потом. Начнем мы из перца чили. И не будем тянуть хата за хвост. Сразу же берем соковыжималочку и приступаем. А, сначала нужно, наверное, поотрывать вот эти вот хвостики зеленые. Они же нам не нужны. Пахнет, как обычный, знаете, такой сладкий перец. Оп, сочный. А ну-ка я рискну, попробую чуть-чуть его. Капец, он острый. Ладно, погнали выжимать сок. В общем, я поотрывал эти зеленые хвостики. Они нам не нужны. И остался такой красивый яркий перец. Включаем соковыжималку и закидываем это все. Сок реально получился. Смотрите, какой он красный, прям как томатный. Итак, выливаем его в стакан. Класс! Ну, блин, точно какой-то томатный сок. Но, блин, это же термоядерный, наверное, сок. Представляете, если бы кто-то выпил стакан такого сока. А хотя, может быть, я преувеличиваю. Давайте, может быть, хотя бы немножко его попробуем. Не верится, что это сок из перца чили. Кстати, я читал, что больше всего этих пекучих веществ именно в семенах и в кожуре. Так что, может быть, сок и не такой страшный. Блин, но страшно. Попробую одним язычком. Капец, я пошел за водой. Блин, ребята, это жесть. Я только что выпил стакан воды, и меня вроде немного попустило. Но, блин, до сих пор во рту такое ощущение, как будто я пил горячий чай. Прям такое тепло. Вы знаете, я взял сначала совсем немножечко и ничего не почувствовал. Но потом резкое такое, знаете, жжение распространилось на весь язык, на весь рот. Я быстро выплюнул это все, но это не помогло. Оно продолжало сжечь. Мне прям потекли слезы. Капец, ребята. Это просто какая-то бомба. Я не знаю, может, есть какие-то мексиканцы, любители супер жесткого. Они бы такое выпили залпом. Этот томатный сок. Но я бы, наверное, умер, если бы выпил хотя бы половинку этого сока. Это просто капец. И знаете, что я подумал? Этот сок можно залить в водяной пистолет. И это будет самое крутое легальное средство самообороны. Брызнуть таким соком в лицо и мало не покажется. А еще для самообороны можно использовать вот этот смартфон. Я как раз хотел вам рассказать про этот уникальный бронебойный телефон. Это военный аппарат. И бронебойность у него соответствующая. Он называется AGM X3. Это самый мощный в мире внедорожный аппарат на базе Qualcomm Snapdragon 845. Это тебе немедленный медиатек в китайском аналоге. Железо топ. Под 300 тысяч баллов в Antutu. X3 не боится бросков с полутора метров, переезда машины и даже заморозки. X3 такое легко выдержит. При этом, несмотря на бронебойные свойства, аппарат выглядит элегантно и умещается в карман. При этом у него камера Samsung с модными эффектами, чип NFC для бесконтактных платежей, батарея на 4100 мАч с быстрой беспроводной зарядкой, огромная память, просто зверь, мощные динамики от GBL. Таких даже в Galaxy S10 нет. Покупать AGM X3 нужно исключительно в фирменном магазине. Там всегда лучшие цены и часто специальные акции. Ссылка в описании. Так, ребята, ну а теперь перейдем к мангостинам, которые, как говорят, супер-сега-мега вкусные. Давайте их высыпем прямо на стол. Вот у меня примерно килограмм. Растут они тоже в Таиланде и, кстати, тоже недешевые. Порядка 2000 рублей, если в рублях за килограмм. Давайте поближе рассмотрим, что они из себя представляют. Ну, такое вот типа яблочко, но поверхность мне очень напоминает гранат. Такая вот фактура у него интересная. Внизу вот такой вот цветочек на 6 лепесточков засохший. И сверху вот такой вот хвостик. Вот такое вот райское яблочко. Говорят, что очень вкусное. Не знаю, сейчас проверим. Попробуем для начала разрезать. Везде на картинках показано, что вот так вот разрезано по кругу и внутри видна мякоть. Ну, сейчас попробуем. Оно вообще не режется, ребята. Смотрите, режу, 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 режу и еле-еле вон надрезаю. О, нет, пошло. Так, слушайте, взять какой-то, может быть, другой ножик с зубчиками вот такой вот. Может быть, дело лучше пойдет. Слушайте, они какие-то твердокаменные. Очень твердая кожура. Слушайте, должен быть же какой-то способ их открывать. По-моему, их проще разломать, чем открыть. О, ломается. Смотрите, что здесь в середине. Такие вот, типа дольки чеснока, что-то в этом духе. О, разломал толстый. Смотрите, какая жирная кожура. А ну-ка, сейчас попробуем. Достанем это. Действительно, смотрите, похоже на дольки чеснока. Тут то ли косточки, то ли не косточки. Короче, пробую и сейчас вам скажу, так ли это действительно супервкусно. Некоторые дольки без косточек, а в некоторых вот такая непонятная скользкая косточка. На вкус. Да, вы знаете, очень такой освежающий приятный вкус. Ну, чтобы так супер-пупер, я бы не сказал, ну, чем-то похоже, не знаю, на какой-то виноград такой нежный. А ну, еще попробую. Ну, в принципе, вкусно, но таких денег оно вряд ли стоит. Те дольки, которые с косточками, неудобно кушать. Косточка занимает почти всю дольку. И такая вот скользкая и слизкая. О, а вот, ребята, смотрите, мне удалось его разрезать так, как его всегда показывают на картинках. Красиво выглядит, да? Я понял уже, что косточка находится в самой большой дольке, а эти дольки без косточек. И реально толстая-толстая кожура. Смотрите, какая жирнющая кожура. Необычный фрукт, такое себе яблочко, да? Короче, ребята, я изобрел способ, как быстро открывать без ножа. Отламываем хвостик. Здесь получается такая дырочка. Теперь прижимаем немного, и оно трескается пополам. Смотрите, класс. Серединочка достается сразу же. И вот такие дольки сразу выпадают. Вот они, ребята, реально такие чесночные дольки. Ну, в принципе, вкусно, мне нравится. Осталось только начистить наших мангустинчиков, и можно забрасывать их в соковыжималку. Я уже научился быстро их чистить, поэтому это не займет много времени. Оп, оп, и все готово. Итак, ребята, я все почистил, и у меня получилось вот столько внутренностей мангостина, и, внимание, вот столько шелухи. За что я заплатил деньги? За шелуху в итоге, да? Невыгодно. Ну, ладно, в общем, будем сейчас выжимать сок. Буду бросать все вместе с костями. Я думаю, что наша соковыжималка со всем справится. О, стопе! Нужно же отмыть от перца. И я думаю, что отмыть нужно тщательно, потому что вкус может испортиться. Итак, помыл. Надеюсь, что хорошо. Чтобы вкус перца не испортил нам райский вкус мангостина. Последний раз покажу вам, как они выглядят, перед тем, как они превратятся в сок. Или в какую-то кашу, если не сок. Давайте сначала все это закинем сюда в соковыжималку, а потом включим, и оно одним махом у нас перетрется на сок. Погнали! Вот и все, ребята. За секунду они мягкие и нежные, и перемололись. А здесь такие какашечки. Я так понял, что сюда вылезли все косточки. Вот они передавились. А тут у нас вышел вот такой вот белый молочный сок с мякотью. Давайте его перельем в стаканчик. Так мало, ребята, смотрите. Давайте включим, может быть, оно быстрее потечет. О, пошло-пошло-пошло-пошло-пошло. Все до последней капельки. Вытрусим все из этой соковыжималки. Ну что, ребята, сачок. Поставим, кстати, рядом его с нашим... О, смотрите, практически одинаково, что сок из перца, что сок из мангостина получилось практически одинаково. Ну, если эту штуку нереально просто пить, это просто яд, то это, наверное, вкусненько. Смотрите, такое густенькое оно. Прямо смузи какой-то получился. Класс! Ну, сейчас я попробую, получу райское удовольствие. Пробую. Класс! Блин, на что-то похоже так. Вообще, я так понимаю, в природе ограниченное количество каких-то вкусов. Вот если вы пробовали виноград, яблоки, дыню, арбуз, то потом, когда вы будете пробовать какие-то типа мангостины, то это просто будет комбинация тех же вкусов. Здесь то же самое. Какой-то вкус мультивитаминного сока, но вкусно, кисло-сладко и очень-очень освежающе. Кстати, ребята, вы просили меня попробовать посадить косточку от дуриана. И вот этот зуб дракона я залил водичкой и надеюсь, что он пустит корни. Не знаю, получится что-то из этого или нет. Напишите в комментариях вообще, интересно ли вам узнать, что будет дальше с этой косточкой. Если да, то я буду вам рассказывать. Кстати, ребята, у меня тут возникло желание попробовать выжать сок из чего-нибудь такого типа как селедка, колбаса или что-то в этом духе, такого необычного. Если вам эта идея нравится, то ставьте лайк и предлагайте свои варианты. А я тоже подумаю, чтобы такого интересненького засунуть в соковыжималку, как в старые добрые времена. Ну, а на сегодня все, ребята. Всем спасибо за внимание. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok